Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В отношениях между Ваней Барзиковым и Ирой Пинчук не всё гладко. Барзиков пишет, «Я прошу Иру уделять мне больше времени. Она этого не делает, и я провожу время с другими девушками. Ира обиделась на меня, съехала с виллы. В качестве примирения и изменения я сделала ей сценку бородача». Марина Мексика рассказала в своём блоге о том, что Саша Задойнов жалеет, что выбрал Мадину Кузаеву. «У нас творится жесть. Саша в отношениях и уже сам жалеет об этом. Его девушка не даёт ему никаких эмоций. Они спят под отдельным пледом в одежде и смех и грех. Саша уже говорит ей в лицо, что со мной ему интересней. Вчера ночью мы сбежали от камер, и нам было классно». Марина Африкантова опубликовала своё фото до проекта. В то время она вообще не носила розовые вещи. Очень любила чёрный или серый. Но на проекте не разрешают носить чёрный, потому что он очень мрачно смотрится на камеру. «Я в основном облачалась в чёрное. Ещё каблуки 17 см и прямые волосы. А сейчас на меня каблуки даже и не оденешь». На поляне парни собрались все вместе, выпили виноградного сока и обсудили отношения Глеба и Ольги Жемчуговой. Как вы помните, Оля хочет развестись с мужем. Костя Иванов пишет, «Развод, когда в семье есть малыш, это решение всех недопониманий или беда, бегство. Для меня лично, когда рушится семья, это грустно». Саша Харитонова не понимает, зачем Насте, Волынец и Богдану Бобрику нужны такие больные отношения. Эти бобры уже достали, когда они построят уже свои плотины и у них всё будет хорошо. Харитонова рассказала, что пока Волынец была в изоляторе, Бобрик отдыхал вместе с ребятами. Они тусовались, ели шашлык. Бобрик лакал ромашковый чай полными стаканами. Затем из-за этого ребята поругались. «Но она же знает, что Богдан выпивает постоянно», – пишет Харитонова. «Зачем нужны такие отношения, когда люди ставят условия друг другу? Вы молодые, и у вас всё должно быть хорошо». Дима Дмитренко приехал в Москву. Он хочет увидеться с Олей Рапунцель. «Москва, как всегда, красиво», – пишет Дима. «Друзья приглашают на концерт. И Оля написала и предлагает мне увидеться. Вот и думаю, может совместить приятное с полезным». Глеб Жемчугов показал жуткие последствия пластической операции. Недавно он делал липосакцию. Эти синяки – нормальное явление, они исчезнут только через три недели. После этого Глеба ждёт новая операция, нужно будет удалить лишнюю кожу. Элина Камерен решила продать нижнее бельё, в которых она была на тех самых откровенных видео, которые с помощью хакеров попали в сеть. Камерен пишет «После того, как мои видео попали в сеть, и их увидели 55 миллионов зрителей, я стала получать нереальное количество писем от мужчин. Мне предлагают большие суммы за то, чтобы я продала им свои трусы». И Камерен решила не отвергать потенциальных покупателей. Вместе со своим директором она устроит аукцион. Вырученные деньги пойдут на лечение людей с сексуальными отклонениями. Ольга Бузова сыграла небольшую роль в новом фильме «Держи в удар, детка». Состоялась премьера этого фильма, и Ольга приглашает всех на его просмотр. Настя Алисова продолжает показывать фотографии своего нового носа после ринопластики. Татьяна Африкантова с мужем Александром отдыхает в Сочи. «Хорошо, идёшь по улице, тебя узнают, и все тебе рады. Я весела становлюсь, нос к небу, иду не дышу. И в баре узнали, но наливать и бесплатно не стали. Это вам не Дубай». Татьяна Владимировна организовала очередной фан-встречу в Сочи. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.